Я планирую стать президентом нашего страны. Ветерина Ильина, меня крупным планом. Друзья, здравствуйте. Меня зовут Настя, вы смотрите Конакову онлайн. Мы на Центральной площади, на празднике взрослой жизни. Здесь собрались выпускники 11 классов, у которых сегодня последний звонок. Впереди их ждут экзамены и самые главные уроки, уроки жизни, где нет пересдач и шпаргалок. И самое главное, нужно идти вперед и не останавливаться, и быть счастливым. Куда планируете поступать? Медицинский. Да, медицинский. Масху на технологов. Питер на прокурора. Медицинский тоже. Сызранское училище летное. Московский спортивный институт. Классно. ЮФУ. Это ростовский юридический факультет. А я в МИД. Зеленоград. Российская академия президент. Государственное управление. А потом, такой скромный у меня выбор, я планирую стать президентом нашего страны. С первой женщиной президентом. Супер. Как вы думаете, какая сейчас самая востребованная профессия? Ну, вы уже определились, а вообще как думаете? Ну, у нас в стране дефицит летчиков. Если это переводчик. Я думаю, что реклама и связь с общественностью. Программист. На мой взгляд, инженеры нужны. Хорошие инженеры. Пиар-менеджер. Мне кажется, что-нибудь связанное с экономикой, либо с политикой. Ну, медицина всегда нужна. Я тоже думаю, медики в связи с этой ситуацией. Ну, а поскольку я иду в ТВГУ, я считаю, что информатики сейчас нужны. И все с техникой сейчас важно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как вы думаете, какой институт нужен нашему городу? Нет ни одного высшего учебного заведения? На мой взгляд, сейчас очень многие хотят поступать на гуманитарные специальности. Поэтому самая ближайшая гуманитарная – это Дубна. И я думаю, в Конаково у нас большое население, много именно молодежи. И должен быть институт с гуманитарными направлениями. Я согласна. Какой-нибудь технический, чтобы рабочая сила поднималась. Да. Мне кажется, что там было все сразу. Я думаю, что институт связан с какими-нибудь физико-математическими науками, направлением. Мне кажется, гуманитарное какое-то направление, скорее. Что-нибудь с юриспруденцией, например, связанное. Мне кажется, институт направлен на лингвистику, то есть связанный с языками. Мне кажется, медицинский нужен, потому что медицина сейчас очень важна в наше время. Спортивный? Обязательно. Так. А у тебя видеобилетный? Я даже не знаю. Наверное, социально-экономический. Отдайте один совет взрослому себе через 20 лет. Думай о том, что ты делаешь, и радуйся жизни. Ставить четкие цели и, несмотря на что, добиваться их. Взвешивать свои решения и думать наперед. Раньше к ЕГЭ готовиться было. Ну, наверное, взаимопонимание друг друга. Окружающих? Да, окружающих. Делай то, что тебе нравится. Главный совет – это не слушать никаких советов. Класс! Никогда не стоит забывать, что вы тоже когда-то были детьми. Лучше не сковывать себя рамками. Тоже будь таким полуребенком, полувзрослым. Это важно. Никогда не забывай, что когда я шел на дым, костра в полной луне, по кругам местам, в шорох теней, Будут там бои, друзья, Разный свет, Впереди сверкал пламенный свет. Когда закончите обучение высшее, да? Вернетесь работать в Конаково? Да, у меня по контракту надо будет сюда вернуться. Но у меня здесь родители, поэтому я думаю, что да. Работать приедешь сюда? Я думаю, вряд ли я сюда приеду работать. Максим, родителей навещай. Но я люблю Конаково. Нет. Нет. Работать вряд ли. Да. Конечно, придем. Красивое место. Она развивается. А работать? А работать? А работать? Да. Не, может быть, под конец карьеры детишку учить. Я думаю, что я вернусь. Нет. Нет. Я думаю, президент России будет находиться в Москве. Но ты не забудешь Конаково. Нет, Конаково будет, боюсь, это просто в сердечке навсегда. Гимназия Конаково, это лучший город. Дороги, помни, нам нужны хорошие дороги. Сама в курсе, сама езжу. Обязательно быть в ней. Я бы хотела приезжать сюда на выходные, но не жить. Но на выходные, да, отдыхать. Работать не принесет. Но это правда. Нет. Как вы думаете, что такое быть взрослым? Я уже знаю. Быть ответственным. Это быть ответственным за себя, за свою семью. Не бросать родных, всегда поддерживать их. Ну и, естественно, найти свою любовь. Отвечать за свое мнение, за свои поступки и делать правильный выбор. В общем, платить деньги. Давайте нести ответственность за себя и за всех. Быть самостоятельным и ответственным. Друзья, судя по ответам наших выпускников, мы можем быть за них спокойными. Они имеют представление о взрослой жизни. Команда Конаково онлайн поздравляет учеников, их родителей и, конечно же, учителей с последним звонком. Мальчишки и девчонки, желаем удачи на экзаменах. Пусть ваши цели будут самыми амбициозными, а мечты самыми невероятными. У вас все получится и все сбудется. С вами была Настя. Подписывайтесь на Конаково онлайн. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok